Это программа Политпрайм. Сейчас тема деликатная и даже взрывоопасная. Национальные отношения. Как ребенок, выросший в России, я всегда знал, что люди других национальностей ничем не хуже. Они для меня, наоборот, были всегда интереснее. Их обычаи, язык, блюда, национальная кухня – это так интересно. И я представить не мог, что в 21 веке посреди просвещенной Европы людей будут подвергать унижению и даже уничтожению за их национальность. Сейчас недочеловеками объявили русских, но русским, а значит опасным для всех других народов, могут назвать представителя любой из национальностей, проживающих в России. Есть ли у Запада, раздираемого национальными конфликтами, ну вспомните хотя бы Black Lives Matter, так вот, есть ли у Запада моральное право нас судить? Об этом я хочу поговорить с представителями Ассамблеи народов Хабаровского края. Народов в крае так много, что представители каждой из национальностей, ну невозможно вместить в эту студию, сегодня у нас в гостях только двое. Вадим Алексеевич Кацман, директор Еврейского культурно-национального центра МИДРАХ, член общественной организации Ассамблеи народов Хабаровского края. И Гамит Бахрамович Зейналов, председатель Совета общественной организации Содружества народов Дагестана города Хабаровск, тоже член этой самой Ассамблеи народов Хабаровского края. Здравствуйте. Вот, во-первых, вы согласны, что в Хабаровском крае совершенно мирно уживаются представители народов и религий, которые в других странах частенько становятся злейшими врагами? Ну, в примеру, вы. Безусловно, да. Я хочу сказать, что у нас ситуация кардинально отличается, и в этом большая заслуга и администрации, и властей, и самих людей, и тех возможностей, которые есть у нас. Вам, как представителю ислама, хочу задать вопрос. Вот, мне кажется, в Хабаровском крае, вообще в России, даже невозможно представить вот этот спор вокруг ношения хиджаба, из-за которого разгорелись страсти в Европе. Согласны? У нас совершенно все равно, кто в чем ходит. Это личное дело. Абсолютно. Это, ну, в Российской Федерации, на территории Российской Федерации это невозможно, потому как, во-первых, исторически так сложилось, что ислам присутствует на ее территории. И деды, и прадеды, и эта многовековая история, она, ну, попросту не дает такому, как это правильно назвать, такому моменту, да, как ношение хиджаба развиться в каком-то нехорошем смысле. Ну, можно сказать, что хиджаб – это и наша тоже национальная одежда. Ну, да, это женщина в платке, да, то есть окутанная. А вы не знаете, сколько вообще в Хабаровском крае национальностей? 145, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть мы лидеры по численности народных национальностей. Вот у меня создается ощущение, что, в принципе, национальной неприязни в крае нет. Ну, бывают жалобы на представителей других национальностей, ну, по моим ощущениям, исключительно из-за проявлений каких-то непривычных. Ну, самое частое – это жалуются, что водители, старбайтеры в автобусе слишком громко говорят. Но при этом, мне кажется, пассажиру абсолютно все равно, кто он по национальности. Вы согласны? Да, да, я согласен. Почему? Потому что, ну, как бы, дело же не в национальности. Дело в том, что он приехал, и, возможно, у него в государстве-то это и считается нормальным, но здесь это режет слух, да. И национальность его не имеет никакого значения, потому как, опять же, да, смотришь, вроде бы внешне он и приезжий, да, а на самом деле, то есть он уже принял, получил паспорт гражданина Российской Федерации, является гражданином Российской Федерации. Здесь уже, ну, как бы, не приходится говорить о том, что он является иностранцем, да, потому как уже гражданин Российской Федерации. Давайте постараемся разобраться почему-то. У меня ощущение, что в свое время российские власти просто пресекли на корню все те русские национализмы, которые вот дали о себе, знаете, в той же Украине, и не только на Украине, в Польше, в Латвии, в Эстонии. Я помню, как пытались устраивать так называемые русские марши, а это жестко пресекли. Вы помните, как это было? Ну, вот я родился в Хабаровске и прожил всю жизнь в Хабаровске, конечно. И я очень четко могу разделить разницу между тем, как в начале 90-х все было и как все становилось, и как с приходом нашего президента изменилась, я могу сказать, изменилась ситуация, и начало вообще все пресекаться, что касалось какой-то розни именно на национальной почве. И я считаю, что заслуга именно президента нашего в межнациональном мире, который существует на всей территории России, и в частности в Хабаровском крае, это большая заслуга именно его и властей. Ну, все-таки, если уж мы заговорили про небольшие проявления неприязни к другим проявлениям национального характера, вы не считаете, что просто надо тем, кто к нам приезжает, больше давать разъяснений, больше их включать в наш культурный контекст? Они, как правило, нас оскорбляют совершенно не зная об этом. Ну, да, наверное, так и есть, просто, видите, как в момент, естественно, что мы должны помогать им адаптироваться, привлекать их различного рода мероприятиям культурным, спортивным и так далее. Но еще же, видите, в самом человеке, в самом приезжем должно быть это стремление понять, усвоить как-то, адаптироваться ко всему этому. Мы в ассамблее очень проводим много мероприятий, да, там, то есть и культурного характера, там, где-то и спортивные мероприятия бывают проходят, да, то есть и люди, как ни крути, то есть они стараются, стремятся к тому, чтобы адаптироваться, интегрироваться полностью уже, да, то есть в тот уклад, в тот манер и образ жизни, который, ну, здесь принят на территории вот Хабаровского края в частности. Раз уж об этом заговорили, вот на ваш взгляд роль общественных организаций национальных велика в сохранении национального мира? Безусловно, тут все, получается, институты общественные и все, что касается возможностей показать, представить, ознакомить людей и самим ознакомиться с чем-то новым, то есть познать что-то, оно влияет на все. И если мы вернемся немножко к другому вопросу, тут двойственная ситуация. Во-первых, люди, которые приезжают сюда, не приезжают на новое место. Это новый климат, новая территория, новые люди, новый язык. Они в состоянии стресса. Они в стрессе, это раз. Второе, они жили в семье. То есть, вот мы же всегда топим и говорим о том, что есть связь поколений, да, и это очень важно. Когда есть родители, у родителей есть родители. И мы учимся взаимодействовать, и нам очень важно мнение о старших, чтобы не пасть лицом в грязь перед старшими. Когда они приезжают иногда сюда, получается, они приезжают иногда без старших. И поведение их не всегда соответствует тому, как они себя ведут дома. Это влияет. С другой стороны, мы, живущие здесь все время, и понимающие, что вот мы жили, мы готовы друг другу прощать тем, которые живут здесь. То, что мы не готовы прощать, вроде как, тем людям, которые приехали. Нам тоже нужно себя воспитывать и отдавать отчет своим действиям и своим эмоциям, что это такие же люди, что они имеют такие же права, как и мы. Если вот это все начнет совпадать у нас, то мы начнем, безусловно, жить дружно, мирно, и у нас не будет вообще никаких конфликтов. Гамит Бахарванович, вы из Дагестана? Я на самом деле родился и вырос в Хабаровске. Родители мои родом из Азербайджана, то есть это их историческая родина. А по национальности они лесгины, дагестанцы. Честно говоря, возможно, потому что у меня сослуживец был друг дагестанец, и я с тех пор дагестанцы для меня практически родственники. А почему именно дагестанцев много в Хабаровском крае? Мне кажется, определенные народы есть, которые к нам приезжали, в том числе дагестанцев много. Ну, здесь так однозначно и не ответишь, что по какой-то определенной причине. У каждого по-разному. Кто-то, скажем так, по службе, да, то есть судьба. То есть призыв направили в Дальний Восток, Хабаровск приехал. Кто-то по каким-то убеждениям. Мне тоже вот неоднократно, да, предлагалось, да, давайте переедем, там, и родители говорили, там, и то, и все. Ну, вот влюблен я в то место, в котором родился. Ну, для кавказского, для представителей кавказского народа, мне кажется, климат у нас все-таки жестковат. Здесь есть еще момент один, вот я думаю, он очень важен. Это то, что мы, вот поколение, которое все-таки выросло в Советском Союзе. И в Советском Союзе это был, в принципе, все знали русский язык. То есть раньше же не было проблем говорить, мы говорили на русском языке все. И, безусловно, были смешанные браки. Если это не какое-то отдаленное селение, а если это город, и пионерские организации, и комсомол, и молодежные организации. Мы все вели к тому, что очень много было смешанных браков. При всем при этом и люди ехали на молодежные стройки, ехали на БАМ, потому что можно было заработать. На Дальний Восток были определенные привилегии. Не оставались, таким образом, очень много ребят с Кавказа осталось здесь тоже, которые уже пустили корни и родили здесь детей. Ну, вы представители еврейской культурной организации. У евреев, мне кажется, ситуация несколько другая. В 90-х, наоборот, от нас стали уезжать евреи. Среди ваших знакомых и родственников многие уехали? Безусловно. Среди моих родственников даже, не то что знакомых, очень многие уехали. И очень многие остались, кто-то вернулся. То есть я рад, что был выбор, что люди... То есть каждый выбирает, где ему в рамках закона и законодательства, где ему удобно, где ему хочет. Вот я, например, не представляю свою жизнь в другой стране. Не знаю почему, но вот мне здесь комфортно. Кто-то уехал, поэтому... А зачем вы объединяетесь в такие культурные организации? Чем вы вместе занимаетесь? Организации праздников, видимо, каких? Да нет, мы всем занимаемся вместе. На самом деле, вот вы сами ответили на этот вопрос. Так получается, что мы не разделяем по национальностям друг друга. Мы дружим. Нам приятно общаться. Это может быть не так часто, как мы собираемся. И мы, может, там где-то не каждую неделю это происходит. Но у нас, в принципе, один культурный пласт. И мы понимаем друг друга. Мы люди, которые находим общие интересы. И нам интересно. А какие-то мероприятия, какие-то совместные, может быть, походы или еще... Конечно, мы знакомим свои народы, свои национальности с культурой других народов. Нам это интересно. И, безусловно, это все направлено на объединение, на понимание. И на то, чтобы мы могли... Народ был сплочен. Да, чтобы мы могли именно представлять тот единый российский народ. Чтобы у нас было общее. После начала специальной военной операции, все-таки, нас стали, на мой взгляд, провоцировать. Но к россиянам, всем, даже если совершенно не русские, всех объявляют русскими, подвергают ущемление, но это видно. У нас в ответ, по идее, должно возникать какое-то чувство ответной ненависти. Вы не замечаете этого? Я могу по личному примеру ответить. Потому что за это время я был и за границей, и так получилось, что у меня сын играет в Бундеслиге. То есть, понятно, он в сборной России, он россиянин, играет... То есть, он член сборной России, но играет за клубом в Бундеслиге. И я у него часто спрашиваю, сын, такое происходит тебе, как к россиянину, как относится? И он говорит, ты знаешь, пап, так флаги, конечно, украинские висят. То есть, Германия поддерживает, как и вся Европа, безусловно. Но вот лично клуб, личное отношение внутри клуба и все остальное, оно нет, говорит. Нам хлопают, нам уважают, никто не свистит. При всем при этом, есть определенное уважение как к профессионалу. То есть, может быть, мы где-то проигрываем и то информационную войну, в том плане, что нас не так много, чтобы отображать это все в средствах массовой информации. То есть, нас меньше просто. — Ну, даже взять мероприятие, которое вот прошло 4 ноября, День народного единства, да? — Да. — Опять так же самое. И пели украинские песни, и демонстрировали украинскую культуру. — Я хотел сказать, что против украинцев абсолютно никакой неприятия нет. Тем более, что, мне кажется, у нас, на самом деле, людей с украинскими фамилиями больше, чем с русскими. — Ну, как Вадим Алексеевич и сказал, да, возможно, мы где-то проигрываем информационную войну, но, скажем так, воспитание и понимание о том, что есть исторически сложившиеся факты, да, это братство народов, да, это дружба, это, опять же, да, взаимоотношения, взаимопонимание между народами, которые складывались там не десятилетиями, да, а веками. То есть этого нельзя обойти и пройти как-то. И я, допустим, не представляю, чтобы на территории Российской Федерации, вне зависимости от того, что происходит на мировой арене, начали бы как-то предвзято относиться к какой-либо национальности или какой-либо народности. — Ну, мне кажется, вы сами сказали, что обычные люди относятся к нам хорошо. — Это исключительно политика государственная. Мне кажется, просто замечательно, что у нас нет ответной государственной политики ущемления чьих-либо прав. Если я ошибаюсь, поправьте они. — Нет, абсолютно. — Что надо сделать всем нам, чтобы и дальше оставался у нас мир? Ну, потому что нас раскалывать будут дальше и дальше, вот, нас не оставить в покое. Нам нужно, наверное, прежде всего обратить внимание не на кого-то рядом, сбоку, а на самих себя. Нужно научиться работать, нужно научиться винить только себя в каких-то неудачах, лучше делать свое дело, ценить профессионалов, быть своими профессионалами, создавать условия для людей, которые что-то умеют создавать, созидать и сохранять, чтобы они хотели здесь оставаться, быть и растить, и любить детей. — Ну, и проявлять интерес к другим национальностям. Я с детства помню, как мне интересно было ходить в гости к узбекам, таджикам, дагестанцам, евреям. — Да, чтить свою культуру, уважать соседа, это же как в доме. То же самое в государстве. Уважаешь соседа, сосед уважает тебя. Где-то какое-то что-то происходит. То есть сплоченность, она всегда помогает и на местном уровне, и на государственном уровне. Чем сплоченнее мы будем, тем проще нам будет проходить все вот эти вот раскольнические моменты и нападки. — И недостатки искать в себе. — Однозначно. — Спасибо. В студии программы «Политпрайм» были члены Ассамблей народов Хабаровского края. Вадим Алексеевич Касман, директор Еврейского культурно-национального центра «Мидрах». И Гамит Бахрамович Зейналов, председатель Совета Содружества народов Дагестана города Хабаровска. Мы прервемся, но совсем ненадолго. Потом будут новости политики и избавление от долгостроев. Редактор субтитров А.Семкин